всем привет друзья и вы снова попали на нумизматический канал и я сейчас прилетел в сеул и сейчас мы с вами поговорим про корейские деньги поехали друзья как вы уже догадались я вернулся из кореи и сейчас готов с вами обсудить денежную единицу южнокорейскую вон у этой страны также ее историю за всю историю существования кореи эта страна прошла множество болезненных преобразований что также коснулась денежные единицы значит эта банкнота номиналом 1000 вон она выполнена из хлопчатобумажного волокна и из первой серии современных банкнот имеющих множество степеней защиты на аверсе это банкнота изображен портрет лихвана он был самым лучшим и первым из всех известных корейских мыслителей конфуцианских мастеров философом автором многих стихов на китайском языке значит вот здесь справа года его жизни надо сказать что к началу 16 века в династии чесон не было своей письменности правительство изъяснялось на значит китайском языке людей умеющих читать и писать было немного в основном это была элита свое время лихвану предложили высокий пост правительстве которого он отказался чтобы вернуться в академию и передать свои знания ученикам также считал что конфуцианство это не только религия но и образ жизни на данном банкноте изображена еще ветви цветущие сливы и еще дальше у нас на фоне конфуцианская академия сонгенгван где получил свое образование алихван значит вверху у нас надпись на хангэль это по-корейски банк корей ниже также по-корейски чонвон то есть 1000 вон и еще ниже у нас тоже по-корейски банк корей и имитация печати ну и здесь у нас специальная точка это для слаборезрячих глубокая офсетная печать на реверсе банкноты у нас надпись на английском банк кореи и здесь пейзаж работы художника чон сона далее у нас идет номинал 5000 вон банкнота выполнена из хлопчатобумажного волокна на аверсе изображен корейский конфуцианский ученый в династии чесон он был вторым после лихвана потому что лихван был первым вот лихван был первым он был еще и форматором политиком и известным философом ли изображен на фоне музея где он жил со своей матерью кстати это считается один из старейших домов династии чесон сохранившийся 16 века вот здесь у нас годы жизни этого философа далее по-корейски сверху написано банк кореи ниже надпись о чон вон то есть 5000 вон как я говорил это не иероглифы это слоги слева у нас две точки для слабозрячих чтобы определить номинал левее у нас идет голограмма надписью 5000 вон на фоне этого музея также у нас черный бамбук на реверсе банкнота изображено две картины его матери щенчаем дан считавшийся величайшей женщиной эпохи чесон кстати вот она мы еще к ней вернемся его мать была художником и каллиграфистом также поэтессы значит она писала свои картины в стиле который она сама и придумала то есть это стиль изображающий как растения так и насекомых первая картина это у нас арбуз бабочки бабочка и комар и вторая картина это у нас здесь изображена целозия серебристая гребенчатая это экзотическое растение так потихоньку переходим к следующей банкноте королю саджону великому банкнота образца 2007 года она также в первой партии банкнот с высокой степенью защиты чем же был велик этот человек саджон великий был четвертым правителем государства чусон он был известен тем что благодаря ему была учреждена придворная академия где собрались ученые и разработали корейский алфавит хангиль то есть корейскую письменность потому что до этого времени элита общалась на китайском языке да и вообще в династии чусон не так много было грамотных в основном это была элита у саджона великого было еще два старших брата но они оба не годились на государственный пост один из братьев ушел в монастырь а второго брата интересовала лишь охота и развлечения саджон самый младший сын он превосходил своих способностях своих братьев и поэтому в возрасте 12 лет ему даровали титул принца его отец отрекся от престола и передал ему власть когда саджону было 22 года кстати саджон великий был четвертым правителем династии чусон еще надо добавить что при восхождении на трон когда 22-летний саджон стал правителем был жив его отец и даже был жив его дед то есть второй правитель династии чусон в то время страна жила в изоляции надо сказать что изображено на этой банкноте мы видим номинал 10000 вон это у нас глубокая сетная печать три точки это для слабозрячих чтобы они определяли номинал сам портрет изображен на фоне корейской ширмы с пейзажем солнце и луны и пик гор это ширма как раз стояла за троном правителя здесь у нас поближе степень защиты у нас голограмма сверху у нас надпись банк корей алфавитом хангель как я говорил это не иероглифы это слоги и ниже надпись манвон то есть 10000 вон по-корейски вот это у нас называется кольца ом рона то есть это тоже как степень защиты вот этот кружочек это у нас двухсторонняя печать она как бы негатив-позитив если развернуть вот так то это у нас оттиск обратной стороны я думаю вы уже поняли о чем речь правой стороны от портрета годы жизни правителя и на реверсе банкноты изображен на фоне звездного неба современный телескоп и первые астрологические часы сделаны в 1669 году вот такая вот интересная банкнота идем дальше ну а теперь переходим последний банкнот и это самый высокий номинал для меня она самая любимая банкнота и одна из самых красивейших из всех вообще это первая корейская женщина украсившая корейскую банкноту на сегодняшний день южной корее это самый высокий номинал 50000 вон правительство было обсуждение что хотят выпустить 100000 вон но сейчас в банках в организациях каких-нибудь финансов используют чеки различные то есть они тоже считаются как деньги это образец 2009 года банкнота значит на банкноте изображена портрет женщины щенчаймдан здесь с правой стороны годы жизни этой женщины ее считают великой женщиной эпохи часон она была художницей каллиграфисткой поэтессой и мать известного конфуцианского мастера и ученого ли и вот он изображен на вот этой банкноте 5000 вон это ее сын ее сын также был политиком и реформатором на заднем плане портреты этой женщины изображены две картины этой художницы щенчаймдан виноградные грозди с листьями и вторая картина это баклажаны здесь очень важно отметить что первая картина хранится в сеуле южной кореи а вторая картина в городе пхеньян северная корея то есть для них эта женщина тоже является частью их истории значит давайте посмотрим слева банкноты голограммная полоса полоса и что мне вот очень интересно так это вот на этой голограмме изображена граница государства обоих корей то есть как северной так и южной сколько деньги являются пропаганды то есть скорее всего это может быть они какой-то знак они стимулируют рано или поздно две кореи будут объединенные по краям банкноты у нас серийный номер сверху надпись на хангель банк кореи ну то есть по-корейски ниже надпись более крупными это оманбон читается это слоги не иероглифы означает 50 тысяч вон снизу также по-корейски написано банк кореи и имитация печати банка кореи и давайте посмотрим что она у нас на реверсе значит здесь на реверсе изображены две картины известных художников эпохи часон а первая картина и имен крона а японская сли слива в лунную ночь и вторая картина это у нас художника ли йонга также известен во времена эпохи часон черный бамбук в дождливый день но и соответственно это у нас элемент защиты как бы отец негатива здесь вот он позитив ну или наоборот это абсолютно не не столь важно теперь постепенно можно перейти к монетам и сейчас я с вами поделюсь что мне известно а корее нам известно из китайских источников самый продолжительный период существования корейского государства была династия часон название денежной единицы часто менялась и на протяжении существования династии часон было несколько попыток вести в обращение китайские монеты до 1633 года денежного обращения не было а был бартерный обмен то есть обмен ткань на зерно на одежду культурным центром для династии часон был китай и именно оттуда они впитывали свою культуру в 1633 году появился вхождение 1 корейский мун монеты имели специальное отверстие чтобы их можно было насаживать на нить и транспортировать и были такие монеты в обращении до 1892 года чтобы провести денежную реформу в германской империи было закуплено оборудование для чеканки монет перед провозглашением корейской империи была попытка введения к корейского янга это были монеты из серебра и считается сегодня с очень редкими в корейской империи решили ввести новую денежную единицу корейскую вону которая имела хождение всего 8 лет до аннексии кореи японии в 1910 году в этот период японского колониального правления в обращении выпускались только банкноты так называемые корейские иены завершалась вторая мировая война япония капитулировала и отказалась от своих территорий в это время красная армия заняла территорию манчжурии северной кореи войска соединенных штатов заняли территорию южной кореи так считали что распространение коммунизма это угроза номер один американцы были заинтересованы иметь свой плацдарм в юго-восточной азии и также полагали что южная корея нуждается в попечечестве пока она не станет самостоятельным государством после завершения корейской войны в пятьдесят третьем в обращении поступила новая денежная единица южнокорейский хван поскольку деньги быстро обесценились в 1962 году в южной корее была проведена денежная реформа в обращении была введена нынешняя южнокорейская вона и теперь у нас на очереди монеты и первая монета номинал 500 вон значит монета была введена в обращение в 1982 году в то время еще имела обращение банкнота поэтому данная данный номинал данная монета была как бы выгодной реструктуризация для государства монета регулярного чекана на версию наш изображен значит манжурский журавль занесенный в красную книгу ну или японский журавль по-другому кто как хочет так и называет монету очеканил тэджонский монетный двор гурту монеты рубчатый монета не магнитная выполнена в медно-никелевом сплаве реверс у этой монеты тоже достаточно простой сверху у нас идет дата выпуска потом а сам номинал 500 вон и внизу надпись по-корейски банк корей все больше ничего об этой монете особо сказать не могу единственное по поводу какие годы нечастые или редкие значит редких годов нет значит она почти каждый год выпускалась 82 эта монета и тиражил у нее от 15 миллионов до 170 поэтому можете себя представить как у нее невысокая цена нечастый год для этой монеты это является 82 потому что тираж там был по моему самый минимальный из всех годов и уже за почти за 30 лет много монет изъялось поскольку она в основном медь преимущество здесь миди больше и изъялось из обращений переплавилась из снова очеканились монеты учитывайте что рядом китай там тоже собирают нумизматы корейские монеты есть и такое да потихонечку дальше переходим следующая монета у нас на обзоры достаточно интересно это вот это у этого номинала было 100 вон было две серии выпуска это с 70 по 82 из 83 года значит эта монета также пришла на смену банкноте достоинством 100 вон вообще официально находится в обращении но в обращении я ее не видел я честно говоря для примера и решил купить в интернете в семидесятом году чтобы ввести в обращение данную монету ну нужны были вырезать штемпеля поэтому штемпели были заказаны в японии а вот особенностью в этой серии монет вот эти вот стилизованные водяные линии начнем с аверса на весь у нас изображен ли шуншин это корейский флотоводец адмирал который сконструировал корабль черепаху кабуксон то есть это броненосец он его усовершенствовал со старой модели и благодаря этому он выиграл все сражения сражений у него было 23 то есть он ни одного не проиграл для корейцев он считается героем который спас отечество от набегов японцев кстати и его корабль черепаха кабуксон изображен на вот сейчас я вам покажу на монете 5 вон вот это его то что он сконструировал 16 веке давайте перейдем обратно ну собственно надписи у нас 100 вон и внизу надпись банк кореи теперь реверс здесь на реверсе только видно сам номинал 100 вон и дата очеканки и все в принципе все по первому выпуску я бы хотел перейти ко второму выпуску это начиная с 83 года вторая серия с 83 года по нынешние очеканилась тоже достаточно в простом дизайне лаконичном на аверсе изображен тот же самый ли шуншин герой адмирал флотоводец спасший отечество 100 вон надпись слева и справа гурт у нас рубчатый монета из медно-никелевого сплава у него достаточно простые характеристики у этой серии 100 вон нету редких годов за исключением 85 он нечастого года у них тоже были огромные тиражи от 5 миллионов до 490 миллионов тиражей представьте какие они огромны теперь то что касается редкости этих монет значит редкие года относительно были в семидесятом году и самый первый год тиража и в восемьдесят первом у них небольшие тиражи в самом среднем от 5 миллионов и выше и они также изымались из обращения и разошлись по нумизматам и также этой серии монет 100 вон с узором есть штемпельные разновидности семьдесят четвертом году и в семьдесят пятом то есть корейских каталогах они присутствуют эти разновидности в принципе все больше редких нету и следующий номинал который я хотел обсудить это 50 вон монета имеет достаточно простые технические характеристики весит она немного материал у нее медно-цинково-никево-ливый сплав курт у нас рубчатый монета регулярного чекана ничего тут особенного значит эта монета пришла на смену банкноте в 50 вон это также была выгодная реструктуризация поскольку банкнота имеет недолгый срок хождения срок службы а вот монеты могут некоторые 40 лет я видел в корее имеет хождение даже больше ну 40 точно у этого номинала было две серии выпуска монет это с 1972 по 1982 а также с 83 и до наших дней единственная в последние годы не видел в корее 16 год 17 значит 17 и 18 и 19 я еще не встречал в обороте но более ранних годов конечно же встречал и сейчас точно выпускается в наборах вот эти вот номинала точно наборах современные там 18 года есть в общем на аверсе это у нас аверс рисовый колос надпись 50 вон очень просто все сверху год чеканки потом у нас идет номинал и внизу по корейский банк кореи значит что примечательно в этом монете я бы хотел добавить когда дизайнеры разрабатывали в семи где-то в семидесятом году может быть 72 данную монету и значит в соседней стране в японии японские иены также имели хождение монеты с рисовым колосом и дизайнеры решил что можно сделать монету чтобы сэкономить на материале можно сделать монету с отверстием в центре ну то есть кольцевую монету но поскольку в корее не было тогда технологии чеканки подобных монет от этой идеи отказались и решили так колос будет развернут в другую сторону не так как у японской иены и добавили несколько зерен чтобы не путались и корейская монета не была похожа на японскую то есть вот так и чтобы начеканить вот эту монету в корее не было штемпелей их заказывали у японцев так что такая история у нее и по поводу встречаемости этих монет значит редких годов принципе нету единственное из-за того что тиражи были невысокие в семьдесят втором году не частая монета считается относительно и в семьдесят седьмом больше нету редких годов у них тиражи от 1 миллиона до 40 миллионов мы постепенно переходим к номиналу 10 вон я хотел бы начать с того что у этого номинала было четыре серии вот эта вторая серия первая такая же самая только из бронзы потому что это латунь значит первая серия монет вот это номинала было 60 66 по 70-е годы значит монета первой серии была из бронзы преимуществами миди было больше первые 10 вон которые появились в обращении 1966 года чекан то есть это были номиналы 1 5 и 10 вон 66 года соответственно можно начать значит с аверса значит на аверсе монеты изображено здание пагоды табадхаб внизу надпись по-корейски банк кореи и слева у нас тоже надпись 10 вон и немножко стилизованный орнамент значит что такое пагода пагода табадхаб это буддийское сооружение культурного характера которое было построено в 751 году нашей эры и считается национальной сокровищницей кореи я бы добавил что в династии чесон который я упоминал в течение этого ролика было три религии это конфуцианство не конфуцианство и буддизм то есть это не так как в наши годы 28 процентов католиков живут в южной корее реверс вот он реверс достаточно просто в своем исполнении тут надпись на английском банк кореи дата чеканки внизу 79 и сам номинал 10 вон гурту монеты гладкий да тут видно немножко нерубчатый наверное не боялись подделки когда чеканили дальше я бы хотел рассмотреть следующую серию значит 85 года и 2005 в принципе это один одна и та же серия только разные года немножко видите изменился дизайн одна серия заменяла другую тут здание пагоды и тут здание пагоды значит что произошло с этой партии в этой серии было меньше меди содержание меди и чуть чуть меньше веса суммарно поэтому они снизили издержки по себестоимости и все абсолютно то же самое здание пагоды надпись 10 вон по-корейски хангель да город у нас гладкий и здесь 2005 год сверху надпись номинал 10 и банк кореи по-корейски все больше ничего особенно мне вот интересен вот этот момент вот здесь был достаточно болезненный переход у монетного двора кореи монета который слева тут года чеканки у него были были 83 до 2009 года и весила это латунная монета 4 грамма а монета которая справа вот это вот она уже алюминиевая и покрыта медью ну это для прочности меньше она изнашивалась и вес ее изменился почти в 4 раз ну почти то есть вот это 4 грамма весит а вот а вот это весит почти грамм с хвостиком то есть сами корейцы писали про эту монету что когда они переходили на нее они сэкономили миллионы долларов на издержках потому что она алюминиевая алюминий дешевле вот если посмотреть на лысый гурт то видно тут алюминий просматривается а сам аверс и реверс покрыт медью принципе не изменился дизайн на здание погоды на аверсе и надпись 10 вон по-корейски и здесь тоже все просто просто до безобразия уже где-то с 2009 года корейцы писали что себестоимость чеканки вот этих монет инфляция настолько разогнала что уже превышала в три раза себестоимость поэтому ее уже больше не чеканят 2000 где-то 9 может чуть попозже и она выходит только в в наборах эта монета в наборах она есть и официально она еще в обращении но вообще я не видел их в обращении пришлось их купить конечно по поводу редкости этих номиналов сейчас где-то с 2000-х годов начали выпускать в наборах вот эти монеты поэтому в наборах они что-то стоят по поводу тиражей и редкости вот этих номиналов почти в каждый год были внушительные тиражи единственного 66 года вот вот этого вот это такого дизайна перед только первой серии и были относительно редкие монеты 5 вон достаточно тоже интересный номинал значит у этого номинала было три серии выпуска первый выпуск это с 66 по 69 годы вот монета выглядела вот так вот только она была на 1 грамм тяжелее чем вот это в общем я могу начать быстренько с описания аверса на аверсе у нас изображен бронированный корабль черепаха кабуксон династии часон его изобрел корейский адмирал флотоводец ли шунчин который доработал ранее созданную модель ее и совершенствовал это был корабль боевой он выполнял функции тарана и был вооруженный пушками разных видов именно поэтому одна из главных причин почему флотоводец адмирал выиграл все 23 сражения против японцев и ни одного не проиграл и этот адмирал считается героем который спас отечество я уже наверно рассказывал он изображен вот на этой монете 100 вон это адмирал ли шунчин у монеты гурт гладкий тут даже видно нет нет рифлений вряд ли кто-то будет подделывать я бы хотел перейти к современной последней серии чеканки с 83 года кстати этот год считается нечастым у него небольшой тираж он выпускался с небольшими перерывами не каждый год но тем не менее на аверсе монет монеты также корабль черепаха бронированная с надписью 5 вон по-корейски гурт гладкий провидно реверс у нас год чеканки номинал и по-корейски внизу банк корей в последние годы вот этот номинал уже не выпускается в оборот только он идет в наборах если кто-то из вас будет искать редкие года то могу сказать что нечастые считаются вот эти вот вот такого дизайна только с 66 по 69 это нечастые мы были небольшие реально тиражи потом редкие считаются 99 и дальше годы потому что у них их небольшими тиражами чеканили и они сейчас идут в наборах они частыми также считается вот этот 83 у меня не часто потом 88 и 91 первые и все принципе ничего нового не не могу сказать значит обратите внимание что первая монета находится в капсуле я положил в капсулу ее намеренно потому что она уже вышла из обращения то есть официально в обращении нет то есть конечно монета куплена была я не оттуда привез сейчас мы эту монетку откроем и мы начнем с описания значит в обороте этих монет нет уже потому что их изъяли уже из обращения значит у этого номинала было три серии выпуска это серия 66 67 выполнена из латуни вот это она у меня вот она аверс не так выглядит и весит она 17 грамма то есть в два раза больше чем из алюминия сейчас я объясню здесь очень все кратко и лаконично на аверсе изображен гибискус сирийский или роза шарона по-другому это национальный символ южной кореи значит растения произрастающие в корейских горах и надпись сверху один вон и внизу у нас надпись по-корейски банк кореи тоже все просто банк кореи на английском код чеканки и единица как номинал все гурт конечно же у нас вкладки никто поделывать не будет поэтому так дешевле даже значит 69 году перешли на монету из алюминия вот и весит она почти в два раза меньше вот это латуна 17 грамма а это 073 значит вот эти монеты которые из алюминия выпустили ну в принципе большими тиражами и их чеканили с перерывом до восемьдесят второго года включительно то есть именно вот этот дизайн здесь все то же самое написано как у предыдущей дизайн абсолютно такой же один и тот же дизайн ничего не изменилось скорее всего был один и тот же штемпер и у него были большие тиражи у этих монет поэтому я бы сказал что алюминиевых нету до восемьдесят второго нету редких годов и начиная с 83 года обратите внимание какая она покоцана начиная с 83 года вот немножко изменился дизайн с 83 и до 95 эти монеты ну чеканились относительно небольшими тиражами потому что материал недорогой алюминий но видите они он сильно изнашивается из 95 года эти монеты уже чеканились То есть их выпускал монет Минворд и Джон Только в наборах Вот и все, только в наборах Вас, конечно, интересует, что можно купить на эти деньги Ну, грубо говоря, 1 вон это наши 5 копеек То есть ни у нас, ни у них этот номинал не используется 10 вон, которые вот сейчас есть в обращении 50 копеек Вот такой вот у нас курс валют 50 копеек Ну и чтобы было тоже понятно, что 100 вон На наши 5 рублей Вот так, ориентировочно вот такой курс В принципе, за 500 вон можно купить кофе в автомате Просто Значит, сегодня в Корее курс такой 1 доллар стоит 1000 вон То есть это где-то вот так вот На сегодня все, друзья, ставьте лайки И всем пока АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ